всем здравствуйте рада вас приветствовать на своем канале сегодня решила сделать вот такой формат вообще сразу хочу сказать что раскладывать на одну позицию это вот вы знаете как этот как некое такое предупреждение предупреждение да для людей кто не любит на одну позицию ну чтобы сразу отключали не мучили себя не надо себя насиловать когда нам что-то не нравится не делай почему я сделала этот расклад на одну позицию как правило я делаю на одну позицию расклады которые такие достаточно глубокие нужно время для того чтобы проанализировать посмотреть исходя уже из самого названия да мы видим название расклада являетесь ли вы психологически зрелой личностью сегодня будет очень много психологии будет очень много пояснений не совсем как это сказать традиционный расклад да почему потому что будет в нем очень много понятий которые я буду объяснять то есть для меня важно помимо информации которая передается чтобы были все понятия определены и чтобы не было такого знаете каждый понимает что-то свое потому что на мой взгляд вот самая такая большая проблема наша заключается особенно в коммуникации заключается в том что каждый понимает вещи по-своему мы никак не можем прийти к какому-то общему знаменателю до тех пор мы не пока мы не придем к общему знаменателю пока не научимся говорить на одном понятном всем языке у нас будет большие разногласия и проблемы с одной стороны это хорошо разнообразие всегда помогает росту с другой стороны это является и камнем преткновения поэтому расклад сегодня еще расскажу будет на одну позицию у нас будет всего пять пять карт условно говоря да пять карт пять вопросов но эти вопросы они будут очень глубокие поэтому сразу скажу расклад будет большой я так это настроена на то чтобы передать очень много информации информация будет на подумать поэтому заваривайте себе кофе если вы еще этого не сделали ставьте на паузу наливайте себе что-нибудь горяченького да и если слушаете утром то слушайте в полуха а вечером уже переслушайте более подробно вот потому что мне кажется будет очень много полезной информации данный расклад был подсмотрен а у моей коллеги канал называется инга сан если я не ошибаюсь я не знаю как зовут автора данного канала но я знаю что она по профессии психолог по моему практикующий даже психолог и вот и я когда увидела этот расклад он мне понравился да но в раскладе у нее конечно же не знаю на какой аудитории она ориентировала ним нету вот то знаете той глубины и по как это сказать глубина не в контексте расклада а в контексте подачи информации да то есть в принципе расклады таролог делает для больше такой любовной тематики и аудитория могу предположить не не столь интересуется вот именно глубиной поэтому информацию которую буду давать я она дополнительная то есть возможно вопросы то есть тему пункты которые мы будем разбирать те же но информацию дополнительную она не давала либо говорил немножко иначе вот но я покопалась в интернете конечно же да не просто так буду вам это все рассказывать собрала некую такую информацию и попробую проанализировать ее да и преподнести вам в легкой такой форме как я люблю да то есть простыми словами о сложных понятиях вот такая вот была сегодня подводка вот она необходимо было чтобы вы понимали что у вас ожидает и так как бы сделать нет не буду я сразу выкладывать все пять карт а по порядку и так первый вопрос на в контексте понимания психологически зрелой личностью так как мы можем определить психологически зрелой этой личности или нет в нее входит несколько пунктов вот эти вот все пункты мы будем разбирать ну а разбирать мы будем 5 возможно их больше не знаю не берусь утверждать есть коллеги здесь психологи да могут в комментариях потом подкорректировать итак первый пункт это наличие здоровой самооценки очень часто мы слышим такое понятие да заниженная самооценка завышенная самооценка само слово сложно составляющее если я правильно помню этот термин да она состоит из двух слов само и оценка то есть когда человек самостоятельно себя оценивает что нам говорит википедия по поводу самооценки что такое самооценка самооценка это представление человека о собственной самоценности то есть каждый человек чисто субъективно это важно оценивает себя по каким параметрам самооценка может опираться на внешний успех то есть карьера образование финансовое благополучие или быть обусловлено внутренними факторами такими как эмоциональное состояние и представление о смысле жизни то есть исходя из этого мы сразу понимаем да что у нас самооценка в мире дуальности делится на два плана на внешний и на внутренний сделаю такую ремарочку и скажу что вот этот вопрос на своем телеграм-канале я делала расклад вот именно только по этому вопросу кому интересно можете перейти на мой телеграм и посмотреть кто не кто не видел да либо кто не подписан ссылка на телеграм-канал есть под роликом в описании если вы нажмете на ссылочку мои услуги вас перебросит на документы и сверху там вот в первом пункте будет как раз таки обозначим мой телеграм-канал и так мы с вами посмотрим насколько у нас с вами здоровая самооценка на данный момент опять же таки немножко звучит для меня как-то не совсем понятно то есть как кто-то может оценивать мою самооценку если это чисто субъективное причем знаете самооценка она еще и помимо внутренних и внешних факторов имеет там как это как это сказать правильно тенденцию скорее всего видоизменяться согласии с нашим настроением то есть если у нас хорошее настроение дата у нас и самооценка приподнята если у нас не очень хорошее настроение той самооценка у нас падает а все зависит от того кто смотрит чьими глазами смотрящими мы оцениваем и так смотрим наличие нашей здоровой самооценки посмотрим как раз таки по пунктам то есть самооценка как мы сказали опирается на внешний успех то есть карьеру образование и финансовое благополучие что у нас тут как там дела обстоят и мы потом сопоставим с внутренней самооценкой и сделаем общую такую картинку и так что у нас как у нас дела обстоятся внешним да так скажем восприятие это вот карьера образование финансовое благополучие смотрите здесь мы опираемся так видно видно здесь мы опираемся на рыцаря кубка вообще рыцарь кубков у меня в колоде тракте трактуется как состояние души вот почему-то описание души у меня проходит по рыцарю кубков но вообще здесь акцент идет на на процесс это не паш начальное что-то такое зарождающее а это то что познает само себя уже в процессе то есть приобретение некого такого опыта то есть опыт уже в данном случае он присутствует он еще не полный то здесь человек как будто бы себя пробует накапливает этот опыт но этот опыт он идет с точки зрения кубковости с точки зрения эмоциональности и рыцарь кубков говорит про удовлетворение поэтому ваша самооценка касательно карьеры образование финансового благополучия она зависит от именно состояния насколько вам комфортно насколько вам душевно насколько вам приятно то есть ваша допустим карьера профессиональная до сфера она зависит не столь на данный момент от финансов которые вы получаете да либо сколько сил энергии вы вкладываете сколько насколько вы получаете состояние наполненности насколько вам это нравится насколько есть вот это вот легкость да то есть здесь оценка проходит через опирается на эмоциональный план еще по поводу карьеры что здесь у нас восьмерка сосудов говорит про самоуверенность внутренний конфликт прерывание перебивания то есть какие-то проблемы да то есть на опять-таки в контексте профессии с она самооценку влияет как раз таки какие-то внешние факторы да на эту работу то есть помимо нашего внутреннего состояния насколько нам хорошо либо плохо да мы всегда обращаем именно в профессиональной сфере насколько есть какие-то внешние преграды то есть если они присутствуют то исходя из этого понимаем да что у нас самооценка либо падает отсутствие этих преград она у нас повышается и вопрос самоуверенности то есть насколько мы чувствуем уверенность то есть когда все идет слаженно да когда есть вот это вот эмоциональная наполненность то мы чувствуем себя именно в профессиональной сфере что вот все хорошо да то есть я молодец опять же таки если есть какие-то преграды если есть что-то что нас прерывает если есть какие-то вот связующие либо связывающие нас третьи факторы это нас эмоционально уже настораживает напрягает да и мы ощущаем что мы не удовлетворены собой в профессиональной сфере то есть мы не не оцениваем как будто бы адекватно свое мастерство не хочет посмотреть так как у нас с мастерством умеете ли вы адекватно его оценивать опять же мастерство связано с тем насколько четверка сосудов говорит обновление эмоциональная чистка да и подсказки от высших сил то есть насколько мы ощущаем вот эту вот волну обновления то есть свой профессионализм мы видим через призму того насколько новизна присутствует в том что я делаю если застоявшаяся энергия или нет то есть насколько мне скучно либо насколько мне интересно насколько я вовлечена то есть вообще вот как мы видим да исходя из этого профессиональная сфера очень далеко от адекватности то здесь нету карт которые бы описывали именно мастерство да то есть то что мы действительно даем миру здесь есть вот формат какого-то состояния да то есть каких-то ощущений каких-то эмоций это очень сильно влияет на нашу самооценку смотрим дальше касательно образования касательно образования наши до внутренняя самооценка здесь есть очень много с одной очень много каких-то представлений фантазий мечт не знаю реализованных нереализованных но вот какой-то знаете такое ощущение что вот как представление какое-то да супер силе какой-то супер способности что ли сверхъестественного такого то есть как будто вы знаете здесь человек в своем сознании представляет что вот а если бы да вы произошли какие-то изменения да и произошло бы перерождение вот если бы я был другим человеком да то какими допустим я способностями либо какими талантами я обладал то есть вот вот это является вашей движущей силой если она идет в согласие с тем что вы представляете туда здесь с образованием да у вас все хорошо но здесь вот все равно периодически какое-то перерождение происходит на перерождение рост здесь движение есть в образовании есть вы все время к чему-то стремитесь каким-то своим мечтам все время о чем-то фантазируете то есть здесь я могу сказать что самооценкой хорошо финансовом плане на благополучие финансовое благополучие здесь по справедливости да то есть вы считаете что насколько вы вкладываетесь до настолько финансы к вам приходит но причем здесь знаете здесь такое чувство что касается вашей самооценки и понимания финансового потока энергии он как будто бы не не имеет отношения к труду то есть здесь у человека есть какие-то свои понимания законов того как устроены деньги то есть вы не тот человек который верит что что люди которые много работают по 10 по 12 часов дату они получают большую заплату нет здесь понимание денег она основана как будто бы на законах мироздания у вас свое восприятие и понимание того как работают деньги и по сути здесь все кажется вам достаточно справедливо на здесь все справедливо здесь деньги приходят на вашу внутреннюю какую-то силу либо у вас есть понимание того что деньги это сила но при этом при этом здесь ощущается некая такая борьба да что вот не знаю иногда наступает у вас период успокоения какого-то знаете выравнивание вроде бы вы как-то хорошо собой и с деньгами взаимодействуете и все как-то ровно хорошо а потом вдруг что-то случается опять же когда вот этот вот эмоциональный фон но он здесь присутствует как красная нить и у вас включаются какие-то страхи и вам кажется что нужно доказать да что вот нужно доказать что я как-то заслуживаю больше что ли либо вот где-то какая-то несправедливость происходит ну такой знаете чувство что человек слетел с катушек вот вот все хорошо все ровно до было а потом что-то на вас накатывает и вы как будто бы вот это вот тени выходят в полдень да и они начинают проявлять себя и у вас появляется вот это какая-то внутренняя борьба и включаются теневые аспекты какие именно претензии неудовлетворенность не удовлетворяет меня до мои деньги и отсюда отсюда у вас включается как раз ки ваше отношение в профессиональ профессионализм вы начинаете себя съедать и говорить о том что вот я плохой профессионал поэтому у меня нету денег либо я недостаточно что-то делаю поэтому у меня нету денег как то вот вы финансы перекладываете на профессиональную сферу да то есть вот это вот преграда внешняя до которой я говорю она как будто бы знаете вы начинаете себя противопоставлять миру не здесь нету сравнение с коллегами либо кассы с тем как зарабатывают другие люди нет здесь претензии непосредственно к самому себе это внутренние ваши какие-то тени неудовлетворенность вроде бы живете хорошо хорошо потом воп и как-то вот что-то такое просыпается какой-то зверь внутренний да который говорит о том что нет какая-то вот знаете такая кровожадность мне надо больше потом когда вы успокаиваетесь вы понимаете что в принципе мне и хорошо у меня и так идут деньги то есть как-то вот волнообразно здесь какая претензия финансово да здесь присутствует вот что по рыцарю педакторе претензия как раз к профессиональной сфере видеть вот то что я говорила что возможно деньги они как-то вот ровно к вам идут да то есть нет вот либо большого такого прихода либо вот прям отката сказать что вот прям голод не считаю и все никак не могу свести концы с концами нет здесь вот чувство такое знаете что деньги какие-то тяжелые что деньги идут очень медленно и я как будто бы знаете то ли не хватает денег на реализацию каких-то вот здесь вот своих идей своих мечт фантазии то есть идет какой-то какой-то дисбаланс да то есть когда вы спокойно у вас есть гармония баланса когда накатывает вот это вот теневая страна у вас появляется какой-то дисбаланс и он как не знаю кровожадный зверь выходит и говорит о том что мне мне не хватает я не могу как будто бы реализовать свои какие-то идеи я не могу себя проявить я не могу себя показать и вот здесь вы знаете иногда включается какая-то агрессия о том что как-то несправедливый мир ко мне да вот вот эти вот теневые вопросы они очень сильно влияют на вашу самооценку это внешние да теперь давайте будем смотреть внутренние наши факторы это эмоциональное состояние и представление о смысле жизни да смотрим ваше внутреннее состояние которое влияет на вашу самооценку что за внутренние а внутри вот видите вы прекрасно ощущаете себя императрицей даже если вы мужчина вы чувствуете вот это вот наполненность здесь и расширение здесь знаете какое у меня чувство такое как будто бы есть какой-то райский сад который заключен в маленькую стеклянную бутылку на то есть вот по идее хочется сломать эту бутылку сломать эти рамки эти ограничения и проявить себя вот это вот весь этот райский сад который есть внутри вас внешнему миру показать здесь не не получается здесь общая такая энергия который я считываю она говорит о том что найти внутри огромные потенциалы я я не знаю пора и целью ведать я не знаю как его проявить то есть я такое знаете чувство вот хочется раскрыть как говорится душу на распашку и и и показать людям посмотри сколько всего во мне есть да посмотри как я могу насколько вот я могу быть щедрым насколько я могу показать эту красоту насколько я могу дать да потому что и верховная жрица как в контексте архетипа матери и женщины которая по рождает то есть она здесь не только детей рождает она рождает идеи она рождает таланты и это в плюсе это должно как сказать давать свои результаты да то есть вот то что вы рождаете какие-то мысли которые появляются вашей голове они в обязательном порядке должны проявляться они должны материализоваться они должны то есть вы должны их превращать в действие если вы этого не делаете вы начинаете чахнуть эмоционально реально начинаете чахнуть вас включается психосоматика начинаете болеть еще что у вас с эмоциональным состоянием желание желание уйти уйти от чего вы хотите уйти на как-то знаете поставить точку здесь вот как раз и когда у вас наступает этот момент когда вы не знаете как и свои мысли как вот это вот богатство показать миру у вас есть желание уйти от мира у вас есть желание закрыться и вот тогда вот у вас появляется вот эта агрессия злость да я никому не нужен поэтому мир ко мне несправедлив а на самом деле причина заключается в навыке всего лишь в элементарном навыке как проявлять как себя показать на как выразить свои собственные желания как управлять красотой как управлять гармонии вот этими своими эмоциями то есть здесь я могу предположить такой знаете какой то вот ощущается источник как некий такой фонтан который не знаю моё детство не знаю почему в городе у нас были какие-то такие маленькие фонтанчики из которых люди обычно пили то есть это небольшой фонтан а вот маленький да вот как домашние какие-то такие фонтаны вот я не знаю почему у подростка всегда было какое-то желание знаете взять этот камешек и положить сверху фонтана до сверху вот этого вот источника напора воды как-то его закрыть вот здесь у меня идет какое-то такое ощущение что вы должны фонтанировать но есть какая-то преграда вот это вот заслон когда который все время закрывает и хочется вот ее убрать чтобы вот прорвало вот это вот прорвало нету и вот этот камешек он является камнем предками преткновения когда вы выдавляете себя да и не знаете как выразить и тогда вот получается обиды да я ухожу я ухожу в себя либо я ухожу от мира я я не делаю тот первый шаг возможно да вот мы сказали я сказала про навык да аркан мира говорит как раз таки про навык человека умение делать первый шаг но из-за того что у мира есть такая фишка в негативе когда человек имеет огромный потенциал не выстраивает структуру не эту последовательности и ключевое слово по аркану мира это сделать первый шаг то есть шагнуть новое сделать первый шаг и когда у человека нету выстроенной структуры вот этой вот последовательности для него каждый шаг является первым контексте чего что вот я начинаю заниматься сторона с дела первый шаг да о я понял что есть там не не знаю, таронумерология, я бросаю это и делаю первый шаг там в таронумерологию, узнаю, что в Таро есть там, например, связь с астрологией, бросаю там таронумерологию и иду в астрологию, то есть человек, который распыляется, почему? Потому что он не знает, как быть последовательным, и вот это вот ваше выражение, возможно, да, у вас есть очень много идей, вы хотите их реализовать, то есть я возвращаюсь снова и снова, чтобы вы увидели причину, насколько это влияет вот на вашу самооценку, вы хотите это реализовать, но не знаете, как, и вот вы распыляетесь, потому что вы чувствуете свою многогранность, да, свою вот эту вот мощь и силу. На самом деле для кого-то это может показаться не даром, а наоборот какой-то, не знаю, кармой, что ли, каким-то грехом, когда, знаете, у человека много способностей, он не может выбрать. А есть люди, которых, да, как это сказать, ну, один талант, условно говоря, да, и он его развивает, потому что он знает, у него нет другого, и он вкладывает силу, он получает намного больше успеха, да, поэтому нежели какой-то вот, я не знаю, талантливый человек, который вот и может реализовать себя и в искусстве, может рисовать, реализовать себя там в музыке, в творчестве, и вот он распыляется, он не знает, потому что он нигде не сфокусирован, он не может направить свою энергию на что-то одно для получения какого-то результата. И поэтому вот это вот ваше эмоциональное составляющее, да, хочется сказать, ширина вашей души, глубина вашей души, красота вашей души, она не может быть проявлена этому миру, потому что не знаете как. Каждый шаг идёт как первый, нету последовательности, да, то есть здесь нету структуры. Ну и, конечно же, представление о смысле жизни, да. Ваше представление о смысле жизни, но на данный момент вроде бы вас всё как-то удовлетворяет, да, скучно здесь чувство, скучно, скучно. С чем связана скука в эмоциональном плане, да, что вот я вроде бы всё, что мог познать, всё, что мне давалось, ну, на что я была способна на данный момент, это у меня уже есть, да, вот, но не в контексте знаний, а здесь в контексте эмоций, поэтому человеку становится скучно, а у него как будто бы нету интереса. Вообще в развитии очень важен интерес, первый ключевой такой момент, то, что есть у детей, это включённость, это интерес, это смотреть на мир открытыми глазами. Сейчас, на данный момент, либо нету энергии, да, либо всё как-то вот наскучило, и поэтому смысла как такового на данный момент, мы всегда считаем в разрезе здесь и сейчас, то есть через неделю у вас может поменяться энергия, и будут абсолютно другие карты, поэтому не расстраивайтесь, если вы что-то слышите вот как-то не так. Главное услышать суть. Ещё представление о смысле жизни. То есть сейчас пока нету желания как-то дальше двигаться здесь. Смотрите, девятка педаклей, она говорит уже о самодостаточности, но в то же время это карта холостяков, людей, которые говорят о том, что, знаете, как-то я не хочу дальше двигаться к десятке педаклей, да, то есть к некой такой стабильности, семейности и наполненности, то есть доводить дело до конца. Меня удовлетворяет то, что я имею. Почему? Потому что на данный момент, вот именно девятка педаклей, она показывает людей, которые находятся вот именно в четвёрке кубков удовлетворения, то есть меня всё удовлетворяет, стабильность, да, эмоциональная стабильность. Почему? Потому что здесь люди, которые собирают себя по кусочкам, то есть в тот момент, когда мы находимся в период исцеления, да, когда наша душа была разорвана на кусочки, и акцент мы сейчас сделаем на то, чтобы собрать себя воедино, да, чтобы ощутить себя целостным человеком, поэтому я не готов куда-то сейчас дальше двигаться, что-то узнавать, что-то познавать. Мне бы себя хорошо собрать, да. Это как после перелома. Главное, чтобы кости срослись, а потом я начну дальше двигаться. Вот здесь какое-то такое ощущение. Поэтому представление о смысле здесь человек такой достаточно опытный. Есть здесь знания, есть здесь мудрость. Девятки педаклей, есть мудрость. Здесь есть все необходимые знания, ваше представление о жизни. Ну вот вы по своей натуре, по своей природе, да, королева Жезлов, такая огненная, независимая, достаточно позитивная личность. Ключевая независимость, да, то есть с одной стороны независимость, она может идти в плюс, да, то есть вообще все понятия, они дуальные. Еще расскажу, зависит от того, кто как смотрит и про обстоятельства на данный момент, да. Но здесь вот такое чувство, что я присутствует, опять же таки, усталость, недостаток эмоций, впечатлений, энергии. То есть для того, чтобы куда-то двигаться, да, что-то вот познавать, сейчас нет ресурса на это. И поэтому здесь королева Жезлов говорит, а мне и так все хорошо, да. То есть вот меня все в принципе устраивает, я общаюсь, у меня есть определенный круг людей, где я могу самовыражаться, могу себя проявлять, мне этого достаточно. Поэтому сейчас вот ваше представление о смысле жизни, оно вот такое. То есть меня все удовлетворяет, не трогайте. Слышится позитивно, но в этом есть минус, потому что все-таки девятка, как я говорю неоднократно, это интровертность, это закрытость, это неготовность людей входить в взаимодействие с миром. А у королевы Жезлов это есть, да, то есть есть вот это вот желание, стремление общаться, причем общаться на равных, как-то отдавать. И получается, что с одной стороны бывают моменты, когда да, я хочу активничать, я хочу проявлять себя, а с другой стороны бывает момент, когда я хочу закрыться, потому что меня все достало, потому что я, ну не хочу я, не хочу, мне это не надо, неважно по какой причине, мне это не надо. Когда мы от чего-то отказываемся, да, то о целостности так или иначе сказать невозможно. Почему? Объясню, потому что нету принятия. То есть когда мы отказываемся, мы как будто бы сопротивляемся. Когда мы принимаем, когда у нас нету вообще никакой реакции, такое, знаете, ну, как это сказать, в позитивном настрое, хорошее, то есть неважно, что пришло, такое состояние нейтральности, хорошо это, либо плохо, через себя пропустили и отпустили, пошли дальше, нас ничего не тронет. Но здесь девятки педаклей нету такого. Здесь есть то, что я с таким трудом восстанавливала свое равновесие, свой баланс, свою гармонию, что оставьте меня в покое, мне не нужно ничего лишнего, потому что мы боимся утратить, да, то есть здесь человек старается удержать себя в том состоянии спокойствия и вот стабильности, в котором он находится, да, то есть он за это, по сути, держится. Это для него является ценностью, в этом и есть минус. Исходя из этого, вы можете уже понять, да, свою самооценку, то есть насколько ее можно наставать здоровой, либо нездоровой, и какие моменты проработать. Это был первый пункт. Второй пункт в проявлении, являетесь ли вы психологически зрелой личностью, у нас называется самоактуализация. Я уже там на полчаса наговорила, какая я молодец, да, у нас вот на им два часа будет расклад, но он такой терапевтический, терапевтический, ладно. Второй момент самоактуализация. Что же такое самоактуализация? Опять же-таки, да, сложно такое сочетаемое слово, подчиненное, да, или какое-то правильное составляющее слово, от само, то есть самостоятельно, и актуализация, то есть что для нас актуально, то есть как мы можем себя выражать. Но смотрим, что нам говорит Википедия на этот счет. Самоактуализация происходит от латинского слова actualis, что означает действительный, настоящий и самовыражение. Что такое самоактуализация? Самоактуализация – это стремление человека к наиболее полному выявлению и развитию своих личностных возможностей. Леонтьев утверждает, самоактуализация – это процесс развертывания и созревания, изначально заложенных в организме и личности задатков, потенций, возможностей. Разные авторы называют самоактуализацию по-разному. Кто-то говорит самореализация, кто-то называет интеграция, психическое здоровье, индивидуализация, автономия, креативность, продуктивность. Но все они согласны в том, что все это синонимы реализации потенции индивида, то есть становление человека в полном смысле этого слова, становление тем, чем он может стать. Это финальный период становления личности, согласно теории личности Маслоу, который говорил, что после закрытия всех основных потребностей, внимание, после того, как мы закроем все основные свои потребности, то есть это физиологические потребности, безопасности и социальные, человек может подойти к самым высоким уровням осознания, где он понимает проблемы и задачи окружающего мира и не бросает, и не борется с ним. Индивиды, достигшие уровня самоактуализации, испытывают полное принятие себя со своими недостатками и затруднениями и тянутся к творчеству на протяжении всего периода жизни. Исходя из этого, мы понимаем, что с одной стороны самоактуализация – это умение раскрыть всех своих задатков, которые есть внутри нас. С другой стороны, согласно Маслоу, мы понимаем, что к этим моментам однозначно мы не приходим в первую половину своей жизни. Почему? Потому что на первый план нам важно покрыть наши потребности. То есть это физиологические какие-то потребности, очень важная потребность безопасности, которая хромает у многих из нас, и социальная. То есть после того, как все эти потребности будут закрыты, покрыты, у нас появляется вот это вот желание, да, что-то достаточно высокий уровень, что-то раскрывать в себя, да, познавать, изучать, учиться самовыражению. Вот, поэтому в этой позиции мы с вами посмотрим, насколько вы осознаете свою самоактуализацию, да, насколько вы умеете себя выражать, да, насколько у вас есть это понимание, что это такое, и каким образом я могу самовыражаться. Да, то есть насколько я могу реализовать свой потенциал. Смотрим, что у нас самоактуализация. Рыцарь сосудов. Рыцарь сосудов в этой колоде нам говорит о том, что ключевые слова – это миротворец, это коммуникабельность, это человек, который умеет поддержать. То есть первое, скорее всего, ваш талант, да, какая-то ваша способность – это, скорее всего, умение, не случайно у нас на императрицу выпало, да, внизу, это умение соединять, объединять людей, да, человек миротворец, человек, который может своим присутствием сгладить какие-то острые углы, человек, который может помирить других, человек, который может соединить других людей, да, это может быть в пару, либо объединить людей, которые могут в дальнейшем дружить. То есть это человек, у которого развиты коммуникабельные навыки общения, но при этом есть то, что это касается, скорее всего, других людей, то есть когда вы взаимодействуете, общаетесь с другими людьми, то есть когда надо передать какую-то информацию, да, когда, опять же-таки, надо помирить, что-то объяснить, рассказать, тогда у вас хорошо это работает, но когда это касается что-то вас, то вот здесь вот вопросы общения, да, как будто бы вот личного общения, я ощущаю какую-то шероховатость, да, какую-то вот неудовлетворенность. Насколько вы можете, да, проявить себя, реализовать свой потенциал? Можете, да, опять же-таки, рыцарь, тоже находитесь в процессе на данный момент, не могу сказать, что вы достигли прям высокого такого уровня, но велика вероятность, что ваша психика уже, по крайней мере, к этому готова. И к этому вы сможете прийти через какой-то, вы знаете, момент исцеления. Скорее всего, вот эта вот зиатка педакли, она и играет большую роль, то есть как только вы внутри себя соберете по кусочкам, как только увидите свою собственную целостность, да, тогда вы только сможете, и только тогда вы сможете начать проявлять себя, показывать себя этому миру, да, раскрывать свои какие-то способности, раскрывать свой потенциал. Но вы уже это параллельно начинаете делать. И как это может выражаться, да, опять-таки, в поддержании других людей? Каким образом? Каким образом вообще поддерживаете людей? Король кубков, вот видите, через любовь. Возможно, для кого-то это и профессиональная сфера, да. То есть король кубков у нас говорит о психологии, про умение понимать и считывать душу другого человека, то есть понимать потребности его души, то, что она хочет. То есть здесь каким-то образом мы можем либо лечить, исцелять душу, либо поддерживать вообще человека какими-то теплыми словами, либо элементарно выражением своей любви, да, добротой, искренностью, открытостью, да. То есть здесь такие моменты тоже могут быть. Может и то, что помогаете людям, как если это вспомогательная профессия, исцелять душу человека через какое-то творчество. То есть, не знаю, возможно, вы хорошо играете на каком-то инструменте, и если это не касается профессиональной сферы, то когда вас просто люди слушают, как вы играете, знаете, вот что-то, какие-то струны души затрагиваются, и начинается вот этот вот процесс исцеления. Но здесь однозначены люди, которые исцеляют душу. И это не случайно, потому что на данный момент вы исцеляете свою собственную. И умение понимания своих собственных мотивов и своих собственных процессов, происходящих внутри нас, нам дают привилегию уметь и понимать мотивы других людей. То есть, обращая внимание на то, что происходит внутри нас, мы умеем, научаемся понимать другого человека. То есть, свои собственные мысли, они как будто бы расширяют картинку того, что может происходить внутри другого человека. И именно вот этот процесс самопознания, он важен не только для нас, но он важен и для общества в целом. Потому что, понимая себя, меняется наша реакция на других людей. И тем самым идет вот именно эволюция человечества. Еще, что касательно вашей самоактуализации, вашего самовыражения. Ну, смотрите, как прекрасно Тускубков говорит о том, что как раз проработка своих собственных страхов, понимания... Тускубков у нас говорит про самопознание, в том числе понимание... Вопрос одиночества здесь очень ярко проходит. То есть, понимание того, что есть одиночество. То есть, насколько я одинокий именно в душе. То есть, неважно, в кругу людей, либо самостоятельно. То есть, это вот состояние. Здесь всплывают вот эти два страха, да, по Тускубков. Первый страх – это касательно одиночества, чувства одиночества. А второй страх – это касательно разделения некого, да, с миром. То есть, когда меня не понимают, я чувствую вот это вот одиночество. Почему? Потому что я не понят. То есть, здесь вот прям такая необходимость быть понятым. Вот. И поэтому ваша самоактуализация, она напрямую зависит от того, насколько вы себя понимаете, насколько вы наполнены, насколько вы понимаете здесь. Причем, вот не случайно, да, я сказала, что это прям задействованы очень высокие уровни сознания по пирамиде Маслу. Как раз-таки Тускубков говорит вот именно о духовности, о понятии Творца, о понятии именно источника, откуда все это происходит. И вот эта вот наполненность любовью, насколько это важное состояние. То есть, здесь не просто слова человека, который, не знаю, воспринимает любовь, понятие земного какого-то проявления, да, в контексте взаимообмена. Взаимообмена ты мне, я тебе. А здесь, скорее всего, люди, которые вот когда погружаются, здесь только отшельника не хватает мне. В девятку педакли начинаешь что-то изучать, как я говорила, вот эти вот мотивы, да, собственные мотивы, мотивы других людей. Здесь люди наполняются любовью. И вот ваша самоактуализация, она может проходить через ваши какие-то таланты, через ваши какие-то способности. Не знаю, может быть, это ясновидение, да, тоже может быть, может быть ярко выраженная интуиция, может быть какие-то вот вспышки, инсайты, которые приводят вас к какому-то действию. И вот это действие, оно является вспомогательным для других людей. То есть здесь такой достаточно высокий уровень на самом деле. И вот прямо сейчас вот это все вовремя. Поэтому с самоактуализацией, если самооценка, вы посмотрели, где у нас какие косяки, то с самоактуализацией я могу сказать, что у нас все прекрасно. То есть задатки, задатки вашей личности, они раскрываются. Начали уже раскрываться, да, то есть это не что-то начинающее. В каких-то моментах вы достигли уже короля кубков, да, то есть вы понимаете, вы являетесь мастером в каких-то моментах, а в каких-то моментах это только начинается. Вы это ощущаете, это проявление. Я не буду сейчас смотреть ваши таланты, да, ну потому что вас много, а здесь вот позиция одна. Но в принципе вы и так понимаете, о чем идет речь. Так, следующий пункт в нашей здоровой психологической личности. Третий. Это конструктивная сексуальность. Что же такое конструктивная сексуальность? Конструктивная сексуальность обозначается как способность получать и доставлять удовольствие в процессе физического, психологического и сексуальных контактов, переживаемое как зрелое взаимодействие личностей, не связанное со страхами и чувством вины. То есть это очень важно, когда мы умеем, здесь акцент в конструктивной сексуальности, а не только касается секса, да, как мы поняли уже, там, физического, а скорее всего это умение получать самостоятельно удовольствие и психологическое в том числе, и давать это удовольствие. То есть насколько мы кайфуем от жизни, да, проще говоря, и как ее составляющая, это насколько мы получаем удовольствие в сексе при взаимодействии с другим человеком, насколько мы получаем и насколько мы это даем. Причем здесь обозначено, да, что зрелое взаимодействие, оно не имеет никакого отношения к страхам и чувствам вины, и что если, допустим, я не хочу тебе что-то делать, да, я не хочу тебе, там, условно говорить, подарить какой-то подарок либо как-то с тобой время провести, у меня не должно быть чувства вины. То есть вот здесь вот мы посмотрим сначала, какие у нас страхи и чувства вины, а потом посмотрим, насколько вы являетесь конструктивной, сексуальной личностью. Итак, что у нас происходит с чувством вины, мы разбираем. Турико Бендакли. Ну, здесь вот вы работаете. Работаете на этот счет. Я могу сказать, что король сосудов, он говорит у нас о прямолинейности, самоосознанности и интуивности, да, то есть такой человек. А здесь вы, скорее всего, напрямую будете говорить, то есть здесь чувство вины, ну, я не вижу, что было какое-то чувство вины, да, в принятии либо в отдаче. То есть когда вы как-то наслаждаетесь чем-то, здесь вы, по крайней мере, работаете, работаете над тем, как открыто говорить о том, что вам нравится и что вам не нравится. Работаете, да, Тройка Бендакли. По крайней мере, начали над этим работать. После какого-то периода в своей жизни переосмысления по четверке мечей, да, когда вы не знали, не знали, как решить этот вопрос, а в чем была проблема, да. То есть ранняя велика вероятность, что была проблема, да, вот она, Луна, лабиринт, нам говорит о том, что не было четкого понимания. Картинка была такая достаточно мутная. С чем у вас была связана вина? Ну, здесь чувство вины, конечно же, с семьей было связано. И здесь какая-то вот именно память, память прошлого. И здесь я так понимаю, что это было проработано. Да, вот Башня Краски говорит о том, что, ну, вот с чувством вины здесь все хорошо. И это здорово, меня радует. Что у нас по поводу страхов, в контексте, не в общем, а вот именно в контексте получения и отдавания удовлетворенности, наслаждения. А вот со страхами, да, у нас страхи, Луна выпадает, да. Со страхами у нас здесь есть какое-то недопонимание, чего мы боимся на контексте наслаждения. Да, ну, мы находимся на начальном этапе. Да, мы боимся, боимся получать удовольствие, да. Мы боимся отдавать это удовольствие, наслаждаться. Почему? Потому что есть какая-то неуверенность, а неуверенность у нас как раз таки связана с дьяволом. Далее мы посмотрим вопрос границ, и в краске будет следующий вопрос. Но здесь уже изначально видно, что человек боится привязаться. То есть здесь человек, поэтому у нас и выпадала девятка Пентакли. Вот этого, скорее всего, была в прошлом ваша причина, когда вы растворяетесь, нету понимания границ, и человек растворяется в другом, и от этого становится зависим. Мы не в человеке, это может быть какая-то ситуация, это может быть, не знаю, как у меня, наверное, та разависимость, когда уже без раскладов, ну никак, шучу, конечно же, чтобы разбавить немножечко атмосферу. Но здесь страхи, страхи были связаны с дьяволом, знаете, и это какие-то внутренние проекции. Что здесь за проекции? Здесь какие-то внутренние проекции. Девятка сосудов говорит о человеке, о принятии себя, да, то есть в каких-то моментах вы не могли принять себя. Смотрите, здесь, поскольку мы все-таки затрагиваем сексуальный вопрос, здесь, скорее всего, какие-то трудности были связаны как раз-таки с выражением этой сексуальности. То есть человек не принимал, не знаю, может быть, были какие-то убеждения, связанные с тем, что там, не знаю, сексуальность это грязно, либо там какое-то вот, не знаю, что-то такое порочное, что вот материя, непринятие своего тела тоже может быть такое, да, что оно какое-то грязное, оно какое-то некрасивое. Вот, то есть здесь вопросы непринятия себя. В чем вы себя не принимали, шестерка кубков? А вы не могли принять свою какую-то вот эту вот, знаете, доброту, чистоту? Может быть, здесь даже в противоположном русле шло, да, какое-то вот наказание, как будто бы сами себе доказывали в том, что, ну, не знаю, недостаточно чисты, что ли. Может быть, наказывали за свою открытость, за свою доверчивость, да, за свою искренность, за свою доброту. То есть вот какое-то здесь, здесь, понимаете, какая вещь идет? Мы разделяем, да, тело, вот тело, оно какое-то не такое, какой-то второстепенный, да, а душа это что-то такое хорошее, чистое. И здесь получается вопрос именно наслаждения, особенно если это касается секса, здесь как-то вот идет не какая-то несостыковка, да, то есть вот тело там куда-то на второй план, да, а душа это другое, вот. И как будто бы, вот, не знаю, треугольник здесь идет в контексте душа, тело и порочность. Вот душа, тело и порочность, я не знаю, как это объяснить, наверное, вам это будет более понятно. В чем еще здесь непринятие, умеренность? Видите, здесь какие-то моменты нужно было исцелить. А давайте мы посмотрим, исцелили ли вы у нас здесь дьявол. Какие-то желания, понимаете, здесь могут быть еще какая-то подавленность, вот не идет подавленность сексуальной энергии, да, то есть человек, который себя как-то в чем-то ограничивал. Возможно, именно, знаете как, в познании себя, в душе, возможно, необходимы, не знаю, разные ситуации. И вы это хотите, но здесь как будто бы вы себе не позволяете, не знаю. Может быть, это было как-то осудимо. Может быть, вот это, вы знаете, понимание, когда женщина ищет своего партнера, да, и поскольку в нашем мире сейчас секс не столь порицаемый, да, бабушки на лавочках осуждают и говорят, вот гулящая, да, с низкой социальной ответственностью женщина вот ищет из койки в койку прыгает. И вот это вот может тоже как-то ранить, потому что если человек ищет что-то, да, он же не просто так ищет. Второй вопрос, если человек действительно, не знаю, получает удовольствие от древней профессии. Это окей, это норм, главное, чтобы он получал удовольствие. А второй вопрос, когда человек что-то ищет, да, и до тех пор, пока мы развиваемся, мы можем путать с понятием любви, с понятием влюбленностью, страстью, с эмоциями, да, когда мы встречаем человека, и что-то нас там захлынуло, и появился секс, и потом мы как будто бы оказались в отношениях. То есть не зная этого человека, не понимая, но секс уже случился. И вот в процессе мы понимаем, что это не мой человек, и надо уйти оттуда, да, и вы уходите, и вы ищете другого. И вот эти вот шаблоны, да, они повторяются. То есть сначала секс, потом отношения. То есть вы как будто бы не выбираете партнера, а партнер, либо отношения с вами случаются. Это уроки, это развитие. Но опять же такие непонимания вселенских законов, то есть того, как эволюционирует душа человека, то есть что для души любой опыт, неважно какой, он ей необходим, она познает себя в теле. Это в человеческом сознании есть что-то такое, вот это вот порочное, да, вот эта вот материя, она грязная, вот это вот чистая. То есть вот эти вот разделения для души, такого нету. И вот здесь вот какие-то такие болезненные моменты присутствовали, искажения. Потому что умеренность у нас говорит про золотую середину, когда человек не отклоняется. Здесь по дьяволу, да, происходят какие-то отклонения. Либо вот прям чрезмерную вот эту вот чистоту, да, как-то вот аскезу не надо мне, вот я только с одним человеком больше никого не хочу. И потом случилось так, что человек ушел из жизни, и все, и больше ни с кем в жизни секса нет. А потребность-то есть. Вот эта вот неудовлетворенность, что с ней сделать, да. То есть тело просит свое. И здесь идет как раз таки включается дьявол, идет искажение. И с другой стороны, наоборот, то есть неразборчивость, потыкание, наоборот, своим каким-то желанием. Здесь этот опыт, да, этот опыт, он был пройден. И, ну, либо вы сейчас проходите, сейчас мы посмотрим. И вот с этим были связаны какие-то страхи, да. То есть человек не может найти золотую середину, то есть он не понимает, его бросает в эти эмоциональные качели, да. Либо, о, я прямо совсем на дне, совсем порочный, либо, о, я, например, совсем там святая. Но как-то человек не может это сбалансировать. Прошли ли вы эти уроки, да, прошли ли вы эти уроки страхов? Ну вот, двойка сосудов говорит о том, что вы находитесь в этом внутреннем путешествии, да, в котором ищете свой внутренний баланс. То есть вы идете через очищение, через очищение и понимание, почему. Смотрите, здесь этот аркан говорит о принятии себя, да, а здесь наоборот, пока про разделение. То есть у нас отдельно идут две стихии воды и огня. Здесь идет разделение. Для этого почему идет разделение? Потому что человек должен познать и одну сторону медали, и другую. Только после этого он сможет найти золотую середину. Мы не можем нащупать эту середину, если мы не знаем ее крайностей. Если мы не знаем, например, что такое добро, мы не поймем, что такое зло. И без зла мы не поймем добро. То есть и то, и другое должно быть присутствовать для того, чтобы найти эту золотую середину. Сейчас вы находитесь вот в этом поиске. Чем он увенчается? Ну, страшно, страшно. Страшно вина, понимаете? Здесь вот в этих процессах очень часто вступает вина. Почему я так поступил? Для чего я так сделала? Для чего это было сделано? Вот как раз двойка педагли говорит, для того, чтобы был найден баланс. То, что я и сказала, по сути. Ну, давайте мы теперь посмотрим, страхами разобрались. Давайте теперь посмотрим, насколько мы умеем получать удовольствие. В общем, не от секса, а в общем. Ну, это достаточно болезненный, сложный. Сложный урок. Пятерка сосудов говорит о трудности, о проверках, которые мы должны пройти через разрушение своих шаблонов, через изменение их, через какие-то новые открытия. Что нового мы должны открыть, для того, чтобы научиться принимать удовольствие в свою жизнь? Новое – это умение слушать себя. Это умение слушать себя. То есть, когда вы получаете удовольствие, опять же таки, не только в контексте секса, а вообще получаете удовольствие, когда вам что-то дают. Нужно слушать себя. Какой отклик идет внутри нашего сердца? Двойка мечей говорит о фокусировке. На чем именно нужно сфокусироваться? Ну, что тем? Да, на полном отсутствии как раз-таки страхов. Сегодня у меня как раз-таки было такое, не знаю, озарение, понимание Аркана Верховной Жрицы. Да, я в Телеграм-канале про это писала. Сейчас, если кто удивляется, почему я это не видел. Да, у нас в Телеграм-канале есть привязанный чат. И многие вещи я пишу именно в этом чате. Не в самом канале, а в чате. Да, вот люди, которые есть в этой группе, там, по-моему, 24 человека, если я не ошибаюсь на данный момент. Вот, они видят это, да, все остальные не видят, потому что надо перейти в этот чат. Там мы обмениваемся, потому что на канале оставлять вот как по себе комментарий не всегда получается. Там так или иначе перебрасывает в эту группу. Так вот, в тот момент, когда я записываю этот расклад, ко мне пришло вот это вот понимание как раз-таки Верховной Жрицы. Почему я говорю по шутам? Состояние прозрачности, когда вы пропускаете через себя не вот так сверху вниз, а через себя, насквозь. Да, когда вот если представить, что вот это вот является нашей голограммой, условно говоря, когда мы пропускаем через себя все. Когда мы становимся прозрачными, это как человек, который проходит сквозь стену. Стена в данный момент, ну, в данном контексте, да, она, как это, пустая, пустая, то есть она пропускает человека пройти через себя. Да, вот задача у нас как раз-таки стать именно таким человеком, да, когда вот мы все пропускаем именно через себя. Это и есть расширение сознания по шуту на данный момент. То есть не надо держаться за что-то, не надо желать притягивать. Вот что пришло, пропустили через себя, еще раз скажу, не сверху вниз, а именно через себя, насквозь. Вот оно прошло, и если нету каких-то преград внутри вас, если нет каких-то блоков, нету сгустков энергии, которые будут останавливать эту энергию, то она просто пройдет через вас. Тот момент, когда она проходит, вот она проходит через вас, вот в моменте, где идет состыковка вот этой вот энергии и вас, вы это ощущаете. Если это любовь, вы ее ощутите, если это агрессия, вы это ощутите. Но если вы не будете сжиматься, если вы не будете закрываться, она пройдет насквозь вас и уйдет, и вас отпустит. Будь то любовь, будь то агрессия, будь то что-либо, и таким образом вы пропускаете жизнь через себя. То есть вот здесь вот смысл заключается как раз-таки в этом, да, то есть так мы расширяем свои границы. То есть шут, который говорит о расширении сознания, да, то есть шут глупец. То есть человек, в чем его глупость заключается? В отсутствии умственных процессов. То есть этот человек акцент делает на проживание, на принятие и расширение своего сознания. То есть если мы представим, что наше сознание, оно вот такое, то мы будем замечать в этом сознании вот эта вот рамка только те карты, которые находятся здесь. Для того, чтобы расширить, да, что-то изменить в своей жизни, мы расширяем. Если мы расширим границы своего сознания, чем больше мы их расширяем, тогда мы видим, что наши, допустим, вот так, да, вот насколько впускает камер, допустим, до отсюда, да, мы расширили свое сознание, мы уже видим, что сюда у нас входит, помимо карт у нас входит уже мышка, входят вот эти вот камни. То есть нам нужно расширять сознание, не выходить за его пределы, а расширять, то есть становиться более гибкими, да, чтобы не было вот этой вот жесткости, жесткости, которая есть как раз-таки у дьявола, да, то есть какие-то конкретные границы, то, за что можно нас зацепить. Это вот по поводу принятия, а по поводу отдачи, да, удовольствия, отдачи. Аркан колесницы. Здесь нужно совершить какой-то прорыв, совершить в чем именно? Прорыв. Паш Сосудов говорит про самопознание, совершить прорыв в своем именно сознании. Ну, то есть очень сильно пересекается с тем, что мы говорили про аркан шута. То есть для того, чтобы научиться принимать и понимать, да, и отдавать, нам нужно понять, как эти принципы, понять принципы, как это происходит. То есть чем больше мы расширяемся, да, это как дыхание. Вот вдох, вдохнули, вы это через себя пропустили, выдохнули, вы это из себя выпустили. То же самое, как танец Шивы, да. Открывается глаз, порождается Вселенная, закрывается глаз, идет разрушение. То есть принцип во всем, он один и то же, сжатие и разжатие. То есть расслабление и напряжение. Вот для того, чтобы принимать, нам надо понимать вот этот ритм словить, да. И поэтому принцип, о котором я говорила, это вот прозрачность и пропускание, он на самом деле рабочий. Вот не случайно я сделала этот расклад, он такой достаточно терапевтический. Кто услышит, услышит, причем услышит очень много информации. К этому раскладу можно возвращаться. Много раз можете его себе там сохранить и какие-то пункты переслушивать. И в зависимости от того, как ваше сознание будет расти, вы будете слышать все больше и больше информации из этого расклада. Так, ну и смотрим предпоследний вопрос. Наличие психологических границ личности. Что же такое личные границы? Часто мы это слышим, не всегда мы это осознаем и понимаем. Личные границы – это черта, которая проходит между отдельными личностями, личностями, окружающими их людьми и более крупными социальными системами. Они нужны для того, чтобы мы ясно могли ощутить, где я, а где не я. Где мои собственные эмоции, поступки, убеждения и мысли, а где чужие. И если эти эмоции и мысли мои, то я за них отвечаю и я их контролирую. Границы также охраняют наш внутренний мир от посягательства извне. Поэтому границы очень важны. Вот у дьявола то, что, помните, я говорила, страх здесь есть быть зависимым. Когда мы становимся зависимы, когда мы не понимаем границы, когда мы не можем понять, где мое чувство, а где чувство другого человека. Мы не можем это разделить. У нас нет самоосознания. То есть мы не понимаем, это сейчас происходит внутри нас. Особенно это очень ярко выражено у эмпатов. Тем более, когда есть какая-то связь с человеком. И при этом, даже если этот человек на расстоянии, вот, и, собственно, например, скажу, мне очень сложно. Я иногда просыпаюсь во сне, и я понимаю, я чувствую боль, я не могу понять. Я четко знаю, что это не мое, потому что я спала, я не могла это почувствовать. Но вот бывает иногда, да, когда я ощущаю связь с человеком, и я понимаю, что сейчас этому человеку плохо, да, либо сейчас вот прям накатывает какая-то грусть. И очень часто бывает у меня такое. Вот это как раз-таки, если не осознаешь своих собственных границ, сложно понять, что происходит. И иногда это бывает, ну, очень-очень тяжело. Вот, это как раз-таки трудность эмпатов. Вот поэтому сейчас мы посмотрим, насколько у вас есть эти границы, насколько вы их осознаете. Ну, пятерка кубков говорит о каких-то сожалениях, огорчениях, да, по поводу того, скорее всего, что что-то завершилось в вашей жизни. Так, мы спрашивали про границы. Что-то нам здесь карты хотят сказать другое. Да, и человек находится в выборе. То есть, возможно, сейчас вы находитесь в этом процессе познания границ. Осознаете ли вы свои границы? Вот видите, Клесо Фортуны говорит 50 на 50, да, то есть, вот как ветер подует. Помните, в самом начале, когда мы смотрели про самооценку, да, про внешние какие-то факторы, я говорила, что вот эмоциональное состояние, оно очень влияет на осознавание себя, насколько я профессионал или нет. Здесь велика вероятность, что мнение других людей, критика, либо просто комплименты какие-то, да, они очень сильно влияют на вас. То есть, здесь бывают моменты, когда вы четко выстраиваете границы и понимаете, что вот это мое, а это не мое. А иногда, особенно если это связано с вербальной какой-то системой, да, то есть, когда человек вас поощряет, говорит, о, какая вы классная сегодня, блин, какая вы молодец, вы оба и такие довольны, вроде бы приятный комплимент, да, но вы понимаете, что вы как-то начинаете ощущать влияние этого человека на вас, да, то есть, как-то идет прилив энергии, то есть, вы чувствуете, что вас это наполняет. Иногда бывает так, когда вы находитесь, не знаю, в каком-то заведении, заведении, возможно, да, где очень много разных людей, и вы можете выходить оттуда, как выжатый лимон, хотя, в принципе, вот, допустим, как-то не взаимодействовали с другими людьми, но вот чувствуется, что какие-то границы, да, здесь были пресечены. Здесь вопрос эмоциональности, он играет большую роль. Колесо фортуны говорит о том, что когда человек находится в спокойном, расслабленном состоянии, он находится в центре, в центре этого колеса, да, поэтому здесь мы видим солнышко, то есть люди, которые находятся вот здесь вот в центре, они управляют, они управляют своим колесом, то есть они несут ответственность, а люди, которые не осознают своих границ, не осознают ответственности, они, как правило, находятся вот на внешнем ободке, да, Поэтому здесь получается, тот, кто молится, поднимается наверх. А здесь изображен Мидас, как этот, не знаю, как по-русски. Тот, который был жаден и хотел получить золото мира. И в наказание он получил, руки сделали всего золотыми, к чему он прикасался, да, становилось золото. То есть вот здесь, допустим, я прошу, да, а здесь я страдаю от своих собственных желаний. То есть по сути получается, что границы присутствуют, но все зависит от того, насколько вы умеете этими границами управлять. То есть когда вы находитесь в спокойном состоянии, вы управляете, а когда нету, вами управляет судьба. Так, ну еще смотрим, есть ли у вас наличие границ. Ну здесь присутствует борьба, да, с чем? В чем? Вот борьба по краске по пажу кубков. Она связана с какими-то своими внутренними, не знаю, здесь какие-то обиды могут быть, какая-то вот детскость, нереализованность. То есть чувство, что внутренний ребенок, он как-то не удовлетворил. Не удовлетворил. Вы как будто бы можете решать проблемы других людей, да, как-то подержать, исцелить, но при этом вот своей травмой у вас не получается. То есть вы находитесь на начальном этапе, но очень часто вас мотает. Смотрите, здесь и Аркан Умеренности про это и говорил, да, что здесь есть какие-то качели. Вот все зависит от эмоции. Вот в вашем случае, да, здесь акцент идет на эмоциональный фон, а не на, допустим, на ментал. Люди, которые вот подумают, потом сделают. Нет, здесь, скорее всего. Так, ну давайте еще раз посмотрим наличие, есть ли у вас границы. Но вот видите, как хорошо маг говорит о том, что да, вы можете выстраивать тогда, когда вам надо. Вот когда, смотрите, причем интересно, тогда, когда надо. Маг это всегда, это планета Меркурий, поэтому во многих арканах, во многих колодах этот маг изображен как Гермес. Вот название планеты Меркурий по-гречески это Гермес, Эрмис. Ну в общем, то есть здесь связка идет с этим. И она говорит о том, что когда вы включаете свою голову, да, когда вы умеете управлять всеми эмоциями, то да, вы можете выстраивать очень четкие границы. Когда вы включены эмоционально, вы, границы эти размываются, да, вот он дьявол и получается. То есть вам нужно научиться. Аркан умеренности всегда говорит про умение управлять своими эмоциями. Если Верховная Жрица у нас говорит про умение управлять своими мыслительными процессами, да, то есть она главенствует, да, над нашим менталом, то умеренность это, речь идет про наш астральный план. Поэтому здесь такая вещь. Ну и последний пункт, это предрасположенность к счастливым отношениям. Присутствует ли у вас предрасположенность к счастливым отношениям? Недавно я прочитала про одно исследование, опять же таки в телеграм-канале я про это говорила и давала ссылку на английский сайт, где проходило это исследование с помощью искусственного интеллекта, где собирались пары и вычислялся, как это, пункты, да, которые способствовали как раз таки счастливым отношениям. И вот там было сказано, отмечено 6 пунктов, то есть люди, которые, пары, которые брали и считали, что они счастливо живут, и у них как раз таки спрашивали, что помогает им. И вот 6 пунктов говорили о следующем. То есть первый пункт модели счастливых отношений, согласно искусственному интеллекту, как он вывел, это взаимное чувство сильной привязанности друг к другу. То есть когда она присутствует, да, люди чувствуют себя счастливее. Взаимное удовольствие от сексуальной жизни, то, что мы рассматривали. Это когда человек знает, что его партнер может поддержать в нужный момент, да, то есть это вот вопрос как разки поддержки. Необходимые незначительные конфликты, маленькие, редкие, но они необходимы, потому что они как-то обновляют тоже отношения и электрическое какое-то напряжение, которое присутствует, да, то есть идет разрядка. Пятый пункт – ощущение того, что партнер доволен отношениями, да, когда об этом говорится, озвучивается. И шестой пункт – это отзывчивость к потребностям друг друга. То есть когда у кого-то есть какие-то потребности, да, партнер это слышит и помогает. То есть вот эти вот пункты, согласно искусственному интеллекту и проведенному опросу, говорили о том, что это еще является счастливыми отношениями. Причем нигде не сказано о любви, да, вот тоже как-то такой очень интересный момент, потому что, еще раз скажу, наше понимание любви, оно немножко искажено, да, каждый искажает по-своему любое абстрактное понятие. Итак, ваша предрасположенность к счастливым отношениям, вот к таким здоровым счастливым отношениям, если у вас предрасположенность, да, да, и это здорово на самом деле, да, двойка кубков говорит о том, что наконец-таки здесь, скорее всего, вот этот вот процесс восстановления, который у вас происходит на данный момент, он помогает вам понять себя и на самом деле, что для вас является счастьем, как вы, можете ли вы выстроить счастливые отношения или нет. Здесь предрасположенность существует, да, вот, наконец-таки у нас появились мечи, везде были кубки, и вдруг у нас появился король мечей, да, то есть здесь, скорее всего, к любви вы относитесь с умом, да, то есть здесь, где надо проявлять эмоции, вы подходите с умом, с холодным рассудком, да, то есть умением управлять своими эмоциями, улыбаясь. Почему? Потому что вот именно во взаимоотношениях, да, с холодным рассудком, с расчетом, с каким-то, знаете, пониманием, умением выстраивать границы. Очень так интересно. Здесь есть предрасположенность, да, вот она, десятка кубков, и говорит о том, что есть предрасположенность к счастливым отношениям, и это здорово. А есть ли у вас, да, присутствуют ли у вас эти счастливые отношения? Вот у нас он подает, верховная жрица, загадка, да, то есть тайна, не скажу. У кого-то да, у кого-то нет, не знаю, верховная жрица не говорит, она скрывает нам ответ. Вот такой у меня был сегодня для вас расклад, очень глубокий, я знаю, что он будет энергетически тяжелый, да, не все смогут послушать с первого раза, я даже не знаю, сколько я там говорю, так, час с лишним, вот. Вот, но, надеюсь, какие-то моменты для себя, во-первых, вы прояснили, во-вторых, возможно, кто-то и понял новые понятия, да, психологические, которые присутствуют, постаралась их разъяснить, вот, объяснить, и плюс ко всему на картах мы с вами посмотрели то, на чем нам стоит работать и о чем стоит вот поразмышлять. Вот, конечно же, расклад общий, и задача в общих раскладах не как-то узнать, себя в нем, а услышать информацию необходимую для того, чтобы потом самостоятельно подумать. То есть, у меня все расклады про подумать, хоть и здесь эмоциональная сторона была задействована, эмоции, а все равно про подумать, вот что-то для себя открыть, поразмышлять, посозидать на этот счет. Вот, прощаюсь с вами, надеюсь, что вам расклад понравился, пишите в комментариях, в свою обратную связь, что откликнуло, какие моменты откликнулись, что понравилось больше всего. Вот, ну и что не понравилось, тоже можете писать. Всем пока-пока!